Друзья, всем привет! Это канал Фактограф, и сегодня мы поговорим об экстремофилах – удивительных организмах, которые не просто выживают в самых неблагоприятных условиях, но и живут свою лучшую жизнь. Представьте себе горячие источники с температурой выше 100 градусов, суперсоленые водоемы, где не может обитать ни одно существо, или даже глубокие морские бездны с давлением, способным раздавить подводные субмарины. Эти уникальные существа бросают вызов всем известным законом биологии, показывают, что жизнь может процветать там, где мы бы никогда не ожидали ее встретить. В этом видео мы расскажем вам об удивительных способностях экстремофилов, их роли в экосистеме и даже о возможности применения их уникальных свойств в науке. Приготовьтесь к захватывающему путешествию в мир, где жизнь проявляется в самых неожиданных формах. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И давайте начинать, впереди много интересного. Помпейский червь Помпейские черви – самые настоящие экстремофилы. Этот вид глубоководных червей был обнаружен в начале 1980-х годов в северо-восточной части Тихого океана, вблизи гидротермальных источников во многочисленных образованиях, напоминающих собой каминные трубы. Здесь температура окружающей воды поднимается до невероятных 100 градусов Цельсия. Исследователи предположили, что для жизни в таких невероятных условиях помпейский червь должен обладать серьезной защитой. Однако никаких термостойких оболочек на его теле не обнаружили. Оказывается, щитом червей являются ничатые бактерии, с которыми они живут в симбиозе. Черви питают бактерии слизью, обеспечивают доступ свежей воды поверхностей, а сами поглощают то, что в свою очередь выделяют бактерии. Эти выделения – основная пища помпейских червей и единственная защитная оболочка. Да и в целом помпейские черви выживают только при высоких температурах и очень высоком давлении. При снижении давления во время подъема на поверхность они неизбежно погибают. Это проверенный факт. Мухи рода эфидра. Эти насекомые выделяются из семейства остальных представителей мух-берегобушек, и неспроста. Они обитают в таких условиях, при которых нормальные животные не протянули бы и секунды. В каком таком ужасном месте они живут? На грунте и в грунте дна соленых, кислотных и щелочных водоемов Северной Америки, а еще в термальных водах и гейзерах. Этот род насчитывает около 40 видов, и каждый из них приспособился ко своему аду на Земле. Например, одни научились выживать в подсоленных и щелочных водах. Так эфидра Хианс живет в озере Мона. На литр воды там приходится около 78 граммов соли. В два раза больше, чем в морской воде. Высокая концентрация солей в воде приводит к ее ощелачиванию, поэтому рыба в озере Мона не живет. Только крошечный вид рачков, особо стойкие водоросли и наша муха экстремал. Еще два вида являются эндемиками Йеллоустонского парка. Эфидра Брауэзи выдерживает температуру до 43 градусов Цельсия, а эфидра Термофилия живет в гейзерных озерах с повышенной кислотностью. Пустынный Карпозубик Редкий вид лучепарых рыб из семейства Карпозубых в Северной Америке, а именно в Мексике и Соединенных Штатах этих рыб можно встретить. Они относительно мелкие, длиной от 3 до 8 см и очень своеобразные. Самцы, как правило, крупнее самок и имеют ярко-синюю окраску, а самки и молоть серебристую. Ципринодоны отличаются невероятной выносливостью, они способны успешно адаптироваться к условиям, смертельным для абсолютного большинства рыб. Выжить в условиях экстремальной солености, pH и температуры? Без проблем. Кроме того, когда нет возможности получить достаточное количество кислорода, пустынные Карпозубики используют анаэробное дыхание. Во время длительного анаэробного периода организмы ципринодон-макулариус генерируют этанол, который также в процессе распада обеспечивает их энергией и лишает надобности делать дополнительный вдох. Более того, обмен веществ во время задержки дыхания разгоняется в 15 раз по сравнению с обычными условиями, что позволяет вырабатывать энергию быстрее и выживать даже в экстремальной обстановке. Археи. На царство живых организмов наряду с бактериями и эукариотами. Археи представляют собой одноклеточные микроорганизмы, не имеющие ядра, а также каких-либо мембранных органелл. Археи славятся своей способностью выживать в экстремальных условиях, таких как горячие источники или соленые озера. В отличие от бактерий и эукариотов, у археи мембраны, оболочки, защищающие микроорганизмы от внешней среды, исключительно прочные, практически не пропускают внутрь клеток воду и ионы. Эти мембраны ложатся монослоем и, по-видимому, такое строение определяет возможность археи существовать в экстремальных условиях. При всем при этом мембрана остается в состоянии жидкого кристалла, что необходимо для жизни клетки, при широком диапазоне температур от 0 до 100 градусов по Цельсию. Бактерия Ханалаэробиум гидрогенинформанс В 2015 году группа исследователей из Университета Миссури обнаружила бактерию Ханалаэробиум гидрогенинформанс. Бактерия экстремофил обитает в американском штате Вашингтон, в озере Соуплейк, воды которого содержат повышенную концентрацию солей и высокое значение pH. Кроме того, бактерия обладает метаболическими возможностями, позволяющими существовать в условиях сильного загрязнения окружающей среды, некоторыми видами отходов. В такой агрессивной среде необычный микроорганизм может не просто жить, но и производить водород и 3-этиленгликоль. Более того, этот микроорганизм способен генерировать водород в таком объеме, который позволяет создавать конкуренцию специально выращенным для этой задачи генетически модифицированным организмам. Это значит, что Ханалаэробиум гидрогенинформанс в будущем может стать одним из поставщиков водородного топлива для ракет и автомобилей, композитных материалов, мыла, метанола, антифриза и других востребованных промышленных продуктов. Звучит очень обнадеживающе. Бактерия Дейнококус радиодуранс. Знакомьтесь, это поразительно устойчивая к радиации и немыслимым перепадам температур бактерия экстремофил. Она обитает везде, от арктических льдов до песков пустыни. В ходе ее изучения биологи выяснили, что она обладает суперсилой, она умеет восстанавливать собственную ДНК после повреждений. Да что там говорить, феноменальная способность бактерии к выживанию – это что-то на грани фантастики. Она выдерживает условия за бортом Международной космической станции, практически полный вакуум, ужасающий холод до минус 160 градусов Цельсия и космическую радиацию. Выживание бактерий в космосе обусловлено размером их колоний, чем она больше, тем дольше может прожить. Так колонии больше полумиллиметра смогли частично пережить трехлетний период в космосе. Сами бактерии выжили, но их ДНК пострадал. Кроме того, бактерия Дейнококус радиодуранс может даже выдержать дозу радиации до 100 тысяч грей, в то время как для человека смертельной считается доза в 5 грей. Лорициферы. Провести некоторое время без кислорода – это одно, а вот всю жизнь звучит как нечто нереальное. Но лорициферы – это и есть те биологические существа, которые для поддержания жизни не нуждаются в кислороде. Они были обнаружены итальянскими учеными на дне Средиземного моря в абсолютно бескислородной среде. Эти морские беспозвоночные не используют кислород при дыхании, как все другие живые существа, а получают энергию при помощи водорода. Это должно быть невозможно. Но лорициферы нашли замену особым компонентам клеток – митохондриям, которые отвечают за поглощение кислорода. Лорициферы заменили митохондрии водородными бактериями, которые они поглощают и с их помощью дышат. В целом, ученые и по сей день знают очень мало о лорициферах и их сложной биологии. Однако само существование этих морских беспозвоночных подтверждает теорию ученых, что на Земле когда-то существовали организмы, которые жили без кислорода. Бактерии холикобактер пилори. Удивительно, но этот микроорганизм научился выживать в агрессивной среде желудка, где кислотность сравнима с уксусом. Более того, холикобактер пилори не только выживает, но и процветает, производя аммиак и изменяя окружающую среду для собственного комфорта. У холикобактер пилори есть целый арсенал приспособлений – жгутики, позволяющие плавать в желудочном соке, фермент уреаза, нейтрализирующий кислоту и способность прикрепляться к стенке желудка, пробивая защитный слой слизи. Представляете, даже в самых, казалось бы, неподходящих местах может процветать жизнь, даже внутри нашего тела, где кроме кислоты микробы подстерегают темнота, постоянное движение стенок желудка и бурлящие потоки пищи. Однако спиралевидные бактерии холикобактер пилори не несут ничего хорошего для человеческого организма. Проникая в стенки желудка, они могут вызвать язву и даже рак желудка, поэтому будьте осторожны. Рачок артемия солина Артемия солина – вид ракообразных, которые приобрели особую ценность в качестве корма для рыб и мальков. В дикой природе артемии распространены по всему миру, однако их ареал сильно фрагментирован из-за того, что они обитают почти исключительно в материковых соленых озерах. Часто водоемы, в которых обитают артемии, расположены в курортных зонах. Рачки участвуют в формировании лечебных грязей, которыми славятся соленые озера. Как правило, артемии являются единственными обитателями водоема, так как другие организмы, образующие зоопланктон, не выживают при столь высокой концентрации соли. Соленость воды, где они живут, может достигать 300 промилле. Таким образом, артемии заняли экологическую нишу, в которой отсутствуют хищники, а они являются высшей формой жизни. Хотя и в природе враги у них есть – это птицы, которые могут кормиться рачками на мелководье. И, кстати, в пресной воде рачки умирают примерно через час. Обыкновенный фундулюс На вид обычная рыба, но на деле рыба с удивительными способностями. Пусть вас не вводит в заблуждение слово «обыкновенный». Этот вид известен своей выносливостью и способностью выдерживать колебания температуры от 6 до 35 градусов Цельсия. Фундулюс имеет способность жить в самых загрязненных, самых соленых и самых-самых неблагоприятных условиях. Способность к выживанию связана с их способностью включать и отключать гены по требованию. Рыбы даже могут перестраивать некоторые части тела, чтобы адаптироваться к новой среде. Результаты исследования особей из четырех загрязненных и четырех чистых водоемов показали, что геном рыб из загрязненных водоемов содержит сотни изменений, связанных с толерантностью к токсинам. И вишенка на торте. Обыкновенный фундулюс в 1973 году стала первой рыбой, которая побывала в космосе, и, кстати, полет она перенесла отлично. Ну и, конечно же, в этой подборке мы не можем не упомянуть тихоходок, которым не страшны экстремально высокие и низкие температуры. Огромное давление или радиация. И улиток Элизия хлоротика, которые могут питаться солнечным светом. Однако узнать о них больше, вы можете, посмотрев наше видео «Необычные существа планеты». Переходите по прикрепленной ссылке и знакомьтесь с этими удивительными существами. А на этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. И не забудьте поделиться в комментариях способности какого организма экстремофила впечатлили вас больше всего.